добрый день почему не утро потому что с утра я ездил в райцентр и вот закупил досточек видите две такие штучки все замотал в пупыришку и привез встреч вот такая с пупыришками очень даже хорошие приступим делать полочки а то уже погреб как бы готов но там уже кое-что и разместил по переносили туда вот ну надо полочки поделать такие прекрасные досточки но они не струганые струганые стоят там чуть ли не полтора раза дороже смысла неж погреб я сейчас их немножко шлифану отрезанный как раз по размеру полтора метра вот эта длина и них у меня четко на одну полочку становится пять штук прямо как рассчитано все было вот я закупил 15 штук затем большим надо будет больше куплю а так хранить а особенно нету в сарае места пока нету а на улице под дождем и ну хоть даже под навесом она пропадает лучше поехать в любой момент и купить новую купил вот же у меня еще есть там один целенький ну и уже подтёртые тоже еще есть вот два купил но это не только на досточки там еще будем чушкурить вот я сейчас чуть-чуть пройдусь болгаркой вот это все убрать вот эту пыль и все дальше покрою антисептик у меня есть не не покупал он на водной основе и купил вот такую эту акриловая краска хотел серую но серой не было пришлось купить орех вот орех для погреба пойдет там красота особенно не надо надо что было удобно но чистенько и все так что вот это сгодится сейчас я зашкурю и положим на место из погребом уже будет практически все нормально дальше вита там будет раскладывать какие нравится и и так далее и тому подобное это уже и и парапия а мне на погребе останется убрать только лишние трубы сейчас и кстати покажу что там погребе я же строительный мусор оттуда весь выгреб пыли было немеряно говорила зачем ты железо чистил и так далее что пыль осядет ну а села конечно само собой потом веником смел потолок и все стены и все нормально так что вот так вот уже здесь все чистенько видите я уже кое-что по переносил сюда вот так и вот старые доски которые мне были тоже шлифану и покрою но только было на одну полку а тут еще три сейчас все заделаем а дальше вита будет здесь хозяйничать он ведь пустые стоят винный алината нету и в этом году явно не будет это на следующий год может надо же подготовить куда это все складывать не складывать одеграем вот так ну еще покажу когда полочки сделаем пока пока вот так и что еще сегодня ну с полками нету я сейчас покрашу пускай не сохнут и дальше надо чем-то заниматься и вот что я уже сделал на нашей стене там еще мне чуть-чуть осталось где-то кусочек вот я вот прокопался видите вот такую небольшую траншейку проложил на край рубероид чтобы этот песок ию то есть вот эта глина ну не лезла можно сказать сюда и потом я буду засыпать щебенкой вот я тут виду щебенки можно сказать засыпал вот примерно она будет вот так и будет дренаж и все и щебенка видите ниже где-то на три сантиметра ниже края поэтому никакая грязь сюда не будет идти вот и все потом после досточек вот это все возьму тачку завезу засыплю ну покажу это все дело так что китайская стена тоже будет готова но останется покраска краски я еще не купил но тоже последний момент мы это дело сделаем вита тут стирает как я говорил довольно часто нормально все висит здесь ты потом же вот это весь бардак опять образовался убирал убирал опять с погреба я еще не разбирал там что-то надо перебрать вот здесь куча видите всего в этих половина даде половина на процентов 10 может что-то останется там где что есть и не пропало а все остальное выброситься там тоже куча мусора но тоже надо перебрать ящики попалятся потому что они видите какие ну и все остальное уберется и здесь можно сказать будет уже готова останется только сюда подсыпать щебенку сравнять и подсыпать щебенки щебенки то нету уже последнее выбираю чтобы мне засыпать этот дренаж надо заказывать опять машину потому что щебенка еще будет нужно надо будет бетонировать там внизу нашу зону отдыха площадку и так далее так что вот так потом возможно завтра не знаю уберу две трубы все-таки вот эту и приступим двери кто-то никак не может дождаться когда дверь будете было разживать буду закончил внутри спорива все тоже будет вита а я приступлю сюда и ну дверь уберу вот это тоже надо чуть зашкурить и все дело ну а ну что же будет краситься когда будет вот это вот это пошкурить а муж не пошкурен и еще только за штукатуре на тоже покрасим но потом все красиво промыть вот тут тоже видите такой же дренаж как там но тут маленькие кусочки надо будет поделать и здесь все дальше не надо дальше на год поровнять чуть-чуть этот грунт и потом она травой зарастет и эта трава буквально закроет даже вот эту щебенку всю он видите как она нависает сюда и тут подсеем какую-то более хорошую вот это она все зарастет сюда и будет отлично можно будет что-то и декоративное посадить но это будет видно так что сейчас занимаемся досточки смотрите канал трепанация так Продолжение следует... 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 на водной основе водой можно разводить туда тоже акриловый лак будет вот так прозрачный то что сегодня все сделаем а пока сохнет наверное поеду притащу тачку остатки уже нашего нашей щебенки думаю засыпать вот этот хватит больше дальше надо будет заказывать ну как бы и все дренаж здесь готов даже очень и отлично он ниже этого уровня грязи уже сюда не будет ползти осталось здесь сбрызнуть хорошо водой протереть вот это и будет все нормально я думаю будет даже то что надо ну пока я этим занимался у меня уже там досточки подсохли и пора их красить и положить туда наш погреб и я уже забуду про погреб вита начнет думать о нем вот так смотрите канал трифанации ну а наши досточки уже все высохли полностью вот и пора красить а вот наша кица словила мышу мышей ловит каждый день и как оказывается знаете хотите чтоб доме не было мышей и заведите кота да а у нас наоборот если заведете кота то доме появятся мыши а что получается она вот так она словила ее где-то непонятно он кушает все-таки приносит домой но сейчас она уже дохлая а приносит такую живую и заносит дом иногда не посмотришь особенно вечером она перед дверью сидит просится открываешь дверь она туда и в доме выпускает мышу и она потом бегает залезет куда-то и потом она ловит не ловит блин мыша но она потом конце концов ловит конечно но вот так не было бы кота не было бы мышей нормально если есть шерсть то будут и блоки вот это и подобное он свежий обед у нее вот так а мы продолжаем красить доброе утро оно доброе и вот уже у меня все подсохло вчера я покрасил но не выкладывал вот получился вот такой забор как вы видите не было серого цвета как я говорил покрасил вот таким под орех это говорит да ничего нормально говорю похоже на детскую неожиданность так ничего для подвала отлично будет и вот такая у нас раритетная досточка получилось сейчас все положу туда и спорим внутри можно сказать будет закончено а освещение еще надо будет провести она там как бы есть ну у вода нету вот старый я обрезал как бы вот так вот все полу есть наверх смысла нет потому что сюда даже баночка не влазит вот так туда я и не делал а так вот все нормально но пришлось некоторые реки чуть-чуть подрезать торцевать тут болтами вот это стянуто и доски не становятся поэтому вот крайне пришлось там чуть по подрезать ну ничего страшного я сейчас возьму краску и торцы там где по подрезал подмажем да и все ну вот в принципе с погребом можно сказать и закончено для меня все так что вот так смотрите канал 3 по нации подписывайтесь ставьте лайки колокольчик не забывайте ну и в конце как обещал я буду представлять новые развивающиеся каналы и их интересные видео вот они здесь смотрите кто заинтересовался моя почта в описании удачи удачи